Так это правда президент Джуань? Да. Кончжинь просто нечто. Быстро отвернись. Президент Джуань, вам нужно подписать этот документ. Положи его туда. Что-то ещё? Касаемо вчерашнего. Что было, то прошло. Не важно. Не важно? Президент, может вы не знаете, но в прошлом я испытала то же самое. Тот, кто мне нравился, опозорил меня. При свидетелях. Было больно. Думала, вы почувствуете себя хоть немного так же. Не ожидала, что вы такой великодушный. Вы так легко отнеслись к моему отказу. Невозмутимо и спокойно. Вас, наверное, не волнует мнение других людей. Но мне не всё равно. Пожалуйста, не будьте так небрежны в будущем. Чтобы не было недопониманий. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok президент почему избегаешь меня документы графики информация проекте которые мне нужны ты все передала через шэньчжена что шэньчжен стал твоим помощником что ты сам виноват но выставляешь виноватой меня ты же сам вчера избегал меня всеми способами меня отвергли очевидно что мне было некомфортно это я признался меня публично бросили ты-то чего прячешься не можем встречаться можем оставаться друзьями вдруг ты поменяешь свое мнение президент жуань у тебя сегодня температура короче говоря я не сдамся ты мне правда нравишься он точно больной шизик с раздвоением личности я смотрела прямой эфир не ожидала что ты не только успешно приблизилась к жуаньчжену но еще и заставила его влюбиться в тебя но мне любопытно непоколебимый президент жуань публично признался тебе почему ты отвергла его я из компании лушен как мы можем быть вместе садись есть какие-нибудь новости а жуаньчженя ничего только мне все кажется что он какой-то странный он то добрый то отстраненный сперва сам меня нанял на следующий день он же меня и уволил кто был равнодушен ко мне то потом вдруг признается в симпатии я в недоумении такое чувство что это два совершенно разных человека так и есть что ты когда-нибудь думала что это и правда два разных человека два человека что это значит лу юань дала мне информацию о семье жуань двадцать девять лет назад жена президента жуаньши родила близнецов жуаньчжен и жуаньяньянь спустя пару лет их родители развелись госпожа жуань ушла с яньяном и с тех пор жуаньчжен стал единственным наследником жуаньши значит по словам лу юань оба брата сейчас используют личность жуаньчжена правильно зачем им это я тоже не знаю но моя интуиция подсказывает предположение лу юань более чем вероятно да и судя по твоим рассказам это похоже на правду но проблема в том что это лишь предположение доказательств нет поэтому надо найти доказательства если это и правда близнецы я не позволю им со мной играть к тому же я хочу знать кто из них лянь юй здесь ошибка и там ошибка где твоя концентрация конжейн где конжейн ты я так долго учусь без продаху у тебя нет права на отдых помнишь ситуацию с лу юань я открою дверь и продолжим конжейн конжейн почему вы так долго открывали дверь я принесла информацию о проекте хорошо что принесла вообще-то я пришла чтобы поговорить с тобой о чем то что ты сказал вчера еще в силе конечно я думаю между нами какое-то недопонимание я хочу дать нам еще один шанс узнать тебя получше здорово что ты так решила конжейн поэтому хотела бы посмотреть твой дом так я смогу лучше понять как ты живешь но это или же у тебя дома гости я пришла неожиданно и тебе неудобно нет в доме больше никого смотри все что хочешь все нормально у тебя очень большой дом кухня еще большая хочешь посмотреть можем что-нибудь выпить что-нибудь ну выбирай что хочешь выгони ее как не позволяй ей подняться иначе сам будешь разбираться я постараюсь я на диете пью только воду тогда я налью воды и посидим в гостиной хорошо а как же вода не хочу в чем дело обжегся слышал какой то шум нет тебе послышалось это комната всегда пустую тут никого что дверь дверь открыта наверное из-за ветра пойдем хорошо как ты можешь узнать что это два разных человека во первых разница в запахе обмен веществ поведение эмоции привычки в еде все это разное значит и запах у каждого будет отличаться конжень ты что ты делаешь с моей пижамой я это я думаю запах вашей кожи очень приятный правда я и не замечал правда ну и лин фэй фэй твои задумки просто нечто а если я ничего не почувствую не ожидал что ты такая напористая второе говорят у президента жуанчжена никогда не было близких отношений и стоит ему приблизиться к женщине как его уши сразу краснеют я тебе нравлюсь а прям очень нравлюсь да тогда тебе нравился кто то еще признавался ли ты кому то встречался ли ты с кем то а нет правда по слухам президент жуаньши не флиртует с женщинами и бережет свою честь но при близком контакте его уши начинают краснеть да краснеют сильно краснеют я посмотрю хоть я и берегу свою честь но если приблизишься ко мне я за себя не отвечаю а 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 разве не легче будет если мы все и расскажем а к тому же ты же меня знаешь я не могу сказать ей ничего плохого а ладно переодеваемся президент жуань есть еще комнаты хочешь посмотреть хорошо и а а а а и а а и Продолжение следует...